Ну что ж, сегодня я вам расскажу про очень здоровское приложение, которое реально изменило мою жизнь в прошлом году с моими классами. Называется оно ClassDuju. Я потихонечку буду выкладывать вам в чате ссылочки, чтобы вы тоже могли сразу все это дело смотреть. ClassDuju – это программа, такая мобильное приложение, и также оно имеет сайт, как приложение на браузере, на любом браузере оно открывается и работает. То есть вы можете его с планшета пользоваться, с компьютера пользоваться, с мобильного телефона пользоваться, так же, как и в ВКонтакте, как говорят. Разработанное одним американским университетом. Было оно разработано, наверное, года 3-4 назад. И сейчас уже, ну, согласно их сайту, то у них уже 80% американских школ, начальных школ используют это приложение у себя. Не могу сказать, насколько это правда, но могу сказать, что с тех пор, как я начала его пользоваться своими классами, родители и дети были очень-очень довольны. И теперь у нас каждый урок заканчивается, что вы нам поставили, что они увидят. Ну, сейчас по порядочку, все вам начну рассказывать. В России всего несколько школ, которые используют это приложение. Но почему я хочу вам о нем рассказать? Мне кажется, оно будет полезно всем учителям английского языка, особенно. Оно, это приложение помогло мне. Вы знаете, что в мае этого года я участвовала в конкурсе «Учитель года России». И оно помогло мне буквально за минуты за три организовать совершенно чужой класс. Потому что одним из этапов «Учителя года России» был урок, который я вела в чужом классе. То есть первый раз ты в этом классе, первый раз ты видишь этих детей. А мне дали детей третьего класса. Причем учителя у них не было уже давно. И детки, конечно, боялись. Представьте себе, там комиссия такая, да. И вот это приложение помогло мне реально буквально в три муточки организовать этот класс. И после того, как закончился урок, комиссия, вся вот наша администрация города, администрация управления образования, очень много меня расспрашивали об этом приложении, как так оно работает. И действительно, оно очень здорово сказать. Чтобы быть немногословной, давайте перейдем к фактам. Итак, класс должен, подходит для всех, да. То есть это такое приложение, которое соединяет и учителей, и учеников, и родителей, да, и всю школу вместе. И имеет массу преимуществ, на мой взгляд. Как я вам говорю, я уже работаю два года по нему, да. Оно совершенно бесплатно. И в Google Play доступно, и доступно в Apple Store тоже. Закачивается легко. Оно весит немного, то есть места занимает немного ни на планшете, ни на телефоне. Кроме того, платных версий, платных опций каких-то, да, совершенно в воздушу нет. Когда вы скачиваете его с Google Play, то Google Play пишет там, что от 78 рублей доступны какие-то платные функции. Поскольку я работаю уже два года, и я очень люблю это приложение, я бы воспользовалась. Что же не купить там за 78 рублей? Ну, написав, Жанне, вы узнаете, кто это такая, да, это руководитель этого проекта из Америки. Я написала, я ей говорю, что это у вас за платные функции. Она два дня мне не отвечала. Ведь дать бы я сняла, где это только можно. Она сказала, что никаких платных функций у нас не было и никогда не будет. Потому что мы хотим помочь учителям, деткам и все такое, да. То есть не смотрите на то, что написано в Google Play. Это какая-то русская неправда у нас. Как я уже вам говорила, что оно работает на любых гаджетах, занимает очень много места. И кроме того, почему я говорю вам сейчас об этом, в начале учебного года, да. Потому что это новинка. Это ноу-хау для вас, да. И если вы хотите повысить себя, да, и выделиться не только среди учителей других, как бы, да. Но и вот чтобы иметь что-то особенное, иметь свою изюминку, то возьмите себе на вооружение это приложение. Оно поможет вам выделиться. Потому что все учителя в разных школах, да, и в муниципальных, и частных говорят, что мы работаем с ИКТ, интернетные технологии и так далее. А вот это реальная интернет-технология, которая покажет, что вы действительно современный учитель и умеете этим пользоваться. Итак, начнем с нас, с любимых. Когда вы открываете сайт, который называется класс-дожу.ком, сейчас я вам скину ссылочку, но вы, пожалуйста, пока его не открывайте, оставайтесь со мной. Так, вот ссылочка, да, и регистрируйтесь. Он вас спрашивает. Четыре варианта. Вы учитель, ученик, родитель, либо же скул-лидер, то есть мы руководитель школы, об этом мы поговорим чуть позже, да. Конечно, мы регистрируемся с вами как учитель. И что же это нам дает? Что такое для учителя класс-дожу? Вы сможете контролировать класс. То есть сразу открываете, я вам сейчас покажу видео, как это делается. Открываете, выставляете посещаемость, опоздание там можно тоже делать, не только посещаемость, да. И оценочки очень интересные там у нас есть. Дальше класс-дожу для учителя это всегда создание позитивной атмосферы обучения. У меня даже взрослые, тинейджеры, подростки очень любят класс-дожу. Это у них такой челленджинг получается все время, каждый урок, кто больше баллов заработает сегодня. И класс-дожу позволяет вам оценивать не только знания учеников своих, да, но также хороших качеств их. То, что вы, в общем-то, назначите, да, потому что очень часто детки тянут ручку и хотят ответить, но у вас нет времени этого спросить, да. Но в класс-дожу вы можете сделать такой пунктик, да, за активность, допустим, да. В класс-дожу вы можете поставить такую оценочку, как, например, за аккуратность, то есть какие-то такие дополнительные бонусы, которыми вы будете работать. И ребенок будет очень счастлив, что это заметили вы. Также класс-дожу имеет очень увлекательные инструменты, помогающие учителю вести урок. Например, там есть стоп-ватч, то есть вы можете засекать время, и дети будут это видеть на экране, тоже я вам покажу сейчас, как это делать. То есть там есть определитель шума, то есть насколько шумный класс, и будут специальные сигналы, что они превышают как бы лимит шума, который вы установите с ней вместе, да. Ну, там очень много разных инструментов, которые помогают вам в организации учебного процесса. Это, конечно же, самоконтроль, потому что после того, как вы установите приложение у себя, детки его тоже могут установить и у себя на смартфонах. И сами смотреть, чего они достигли на этой неделе, да, какие у них были минусы. И, конечно же, из этого мы делаем всегда рефлексию. То есть у меня всегда урок заканчивается тем, что они побегают ко мне в круг, потому что в прошлом моем кабинете у меня не было интернета, я все делала со своего мобильного телефона. И они все время говорили, please, show me, класс-дожу, show me, класс-дожу. Ну, даже малярки не пытаются по-английски со мной говорить. Я им показываю, да, что ты получил сегодня плюс один за reading, но ты получил минус one за поведение. Ты слишком много разговаривал там и все такое, да. И мы смотрим, что было негативного и говорим, что избежим этого в следующий раз, и тогда у тебя будут 100% позитивные оценочки. И, конечно, это их очень мотивирует на то, как надо себя вести дальше. И то, что я замечаю, и вот оценочки им выставляю за каждый такой важный момент, который они сделали вдоль, вплоть до аккуратности, да, это лишний плюс один им будет, то есть они лишний поинт зарабатывают. Это очень повышает мотивацию учащихся для того, чтобы быть позитивным, быть хорошим учеником в каждом моменте урока участвовать, да. И это обалденная связь с родителями. Буквально в один клик вы пишете либо родителям всей группы сразу, либо индивидуальному, и это им приходит на телефон, потому что родители тоже устанавливают, да, для родителей версию на мобильном телефоне, им это приходит уведомлением, как в ИК. Да, то есть, если вот сравнивать электронный журнал, который нам дают в школе, в государственной, я, как родительница двух детей, никогда в него не захожу. Мне очень интересно, как мои дети учатся, но набрать весь этот шифр каждый раз, пасворд, и, в общем, это невозможно. И вот эти вот узенькие бумажечки, которые нам тоже выдаются, мы все время теряем. Мне неудобно, как родителю туда заходить. Это же приложение хорошо тем, что вы даже вот выставили оценочки, да, и родителю сразу пришел репорт после урока, что ваш ребенок получил плюсик за это, минус за это, да. И если вы, кроме оценок, хотите еще что-то им написать, тоже это делается буквально в один клик. Ну что ж, сейчас я показываю видео и комментирую его по ходу. Если вдруг не будет видно, пожалуйста, сигнайте мне, будем что-то делать. Итак, вот так вот выглядит класс должен для учителей после того, как вы в нем зарегистрируетесь, да. Вы зарегистрируетесь, и вот здесь будет ваша школа. Как сделать школу, я покажу чуть дальше. Будет написано, кто вы такая, да. Так, опускаемся пониже. И здесь вы видите сразу ваши классы, которые вы создаете, конечно же, сами. Там все это делается элементарно. Вы можете назвать свои классы, как вы хотите. Я люблю называть свои классы по названию учебников, да. То есть вот как я с ними работаю, да. Вы сами выбираете картиночку для них. Вот возьмем один класс, да. То есть возьмем, например, вот Family and Friends One у меня группка, да. Вот эти аватарки, они поставили себе сами. Они их выбирают сами, ставят. Я вам покажу, как это делать чуть дальше, да. То есть вот так выглядит у них. Зелененькие – это points, которые они заработали за весь период, которые я смотрю. Как называть учеников, вы тоже смотрите. Вот здесь посещаемость, да, внизу вы видите два значка слева. Зелененькие – отметить всех присутствующих. Красненькие – отметить всех отсутствующих. Если вы нажимаете на красненькие два раза, то это будет опоздание, да. То есть вот сюда нам надо нажать. И если оно засветится желтым, то это вы показываете, что ученик опоздал. Вот, Серафим, допустим, опоздал у меня, да. Сейчас он таким кажется. Вот. И так далее. Все это посещаемость. Теперь внизу вы видите все остальные инструменты, которые у вас даны. Посещаемость – это первое, с чего мы, конечно, начинаем урок, правильно, кого у нас нет. Дальше такая функция, как выбрать несколько. Это когда мы хотим поставить оценку сразу нескольким человекам. Например, у нас там был какой-нибудь story, да, storytelling или что-то такого плана, или fair work, или group work. И я хочу сразу отметить несколько человек и поставить им за это плюсик. В этом случае я выбираю выбрать несколько. Следующая, третья кнопочка слева, да, мы идем слева направо. Называется «Да, не знаете, по кого мне спросить» или «Кого мне следующего вызвать». Я нажимаю эту кнопочку, и она мне выбирает, «Кого мне надо вызвать». Таймер, понятно. Вы можете его установить, сколько вам надо. Вот Toolkit – это совершенно новая вещь, которую я тоже сейчас разбираюсь, потому что летом она только вышла, буквально, наверное, месяц назад, работает с тестовым режимом. Я тоже с ней разбираюсь. Вот здесь вы увидите шум, про который я вам говорила, да, определитель уровня шума. И много разных других как-то вещей. Большие идеи – это видео, которое нам предлагает класс Дужу о том, как работать с этой программкой. Режим ученика, понятно, да, то есть вы можете посмотреть, как эту программку видит ваш ученик. Так. Вот, например, я хочу ребенку поставить, вот Серафиму, да, хочу поставить ему оценочку. Положительные. Как вы видите, у меня, допустим, с этой группкой существуют следующие положительные факторы. Аккуратность, активность, грамматика, использование английского на уроке. Отлично выполнено задание, у меня плюс 5. То есть вы выбираете там сами от 1 до 5, как бы, бабок, да. Перевод, письмо, writing в смысле, помощь другу. Вот это очень важно, да, потому что они тогда, у них очень здоровые взаимоотношения в группе получаются. То есть если один просит, там, дай мне, пожалуйста, ручку, да, другой сразу ему даст и смотрит на меня. Помощь другу, тогда они называют это help friend, у меня малярки так называют. Помощь учителю, конечно, сразу, сразу вам будут помогать, да, то есть там повесить плакатик, стульчик принести, ну, один раз за урок вы можете это поставить. Работа в команде, потому что, когда мы делаем, допустим, группу орг, и кто-то не работает, вот с помощью этого приложения и этой оценочки вы можете это сделать, да. Роль, то есть вот у меня, допустим, часто ролевые разные игры, да, за участие в роли, там, допустим, старание. То есть бывает, что ребенок старается, но не получается у него. Но старается, значит, это старание. Вот, и, как бы, положительных оценочек у нас очень много с детками, да. Светлана, критерии мы придумываем сами. Вот чем, как бы, в чем и плюс класс ДОЖУ, что эти критерии вы делаете сами. Это то, что у меня родилось, это то, что у меня родилось на, вот в течение, как бы, этих двух лет, в которые мы работаем, но, причем, каждые полгода мы их немножко меняем, мы их редактируем, да. Вот плюс пять у меня есть, допустим, за супертест, потому что, вы знаете, в конце каждого юнита мы пишем тест. За уважение, то есть когда они уважительно разговаривают друг с дружкой, слушают, устная работа, хорошо выполнена, это плюс четыре, чтение плюс один. И вот у вас, видите, написано «редактировать навыки», последняя кнопочка, да. Вот вы редактируете и выбираете, что вам нужно. Вы выбираете значок, вы выбираете подпись, там, сами называете этот навык, да, вы выбираете баллы. Это все вы делаете сами, как вы считаете нужным. Я использую это, Ольга, и на частных уроках, на дополнительных уроках, и в обычной школе тоже я это использовала. Вот. Единственное, что когда я это использовала вот в обычной школе, то у нас не было возможности загрузить всех родителей и всех детей, поэтому это было только на уроке. Дети видели вот свои, как бы, оценки, да. И в конце года я всегда подводила итоги, кто у нас был самый активный, кто больше всего набрал поинт. Это, ну, вот такая особенность. У меня не получалось, потому что, говорю, слишком много было в муниципальной школе детей, и не все были, как бы, с телефона, не скажем так, да, когда люди ходят на частные уроки, это немножечко другое. Вот здесь у меня негативные оценочки. Негативные оценочки, как вы видите, называются, нужно работать усерднее, да, то есть try again. Вот, интернета в классе у меня тоже не было, поэтому я использовала мобильный интернет, его достаточно, то есть программа не тяжелая, программа не висит. Если интернета нет совсем, то, к сожалению, воспользоваться этой программой никак. Вот, единственный минус, класс Дужерст, он не работает офлайн, он работает только онлайн и сразу синхронизируется с родителями и с учениками, то есть сразу вот так вот. Итак, какие минусы, допустим, есть у меня для малышей, да, что говорил вне очереди, да, то есть когда они перебивают друг дружку, забытые принадлежности, использование русского на уроке, не в духе, это дети, кстати, сами придумали эту оценочку мне, не в духе. Что-то, говорит, сегодня там Серафим у нас надулся, что-то он не в духе, это нехорошо, мы же не виноваты, мы пришли с ним поиграть, позаниматься. Вот, не подготовлен, понятно, да, неаккуратная работа, невнимательность, недостаточная подготовка, нет домашнего задания, неуважение, то есть когда вы им говорите, допустим, замечание, он вас не слушает, продолжает делать свое. Я называю это неуважение просто. Плохо выполнено задание или без переобувки, что-то они забывают, да. Опять же, вы все это пишете сами. Вот у нас есть кнопочка редактировать, и все эти минусовые сами смотрите. Как видите, у меня все минус один, только вот плохо выполнено, у меня минус два. Вот, и вот таким образом, как вы видите, количество общих пунктиков есть у каждого ученика, и слева есть весь класс. Вот 676 баллов заработал как бы весь класс. Также я могу поставить оценки там Даши, Маше, кому хочу, как бы, да, что у меня как бы получается. Так, вот я хочу выбрать несколько человек. Вот выбираю Даниэль, выбираю Дашу, выбираю Илью, допустим, да. Несколько человек. Вот это я показываю, как работать с функцией, да, которая называется выбрать несколько человек. То есть буквально в один клик вы сразу все это ставите. То есть это очень быстро делается все. То есть оно не занимает у вас много времени на самом деле, да. Вот, оставить отзыв. То есть тут же вы можете сразу к оценочке вверху, вот где написано оставить отзыв, да, прибавить еще что-нибудь там, запись какую-то, чтобы родители увидели оценку и увидели еще. Вот этот звук, который вы слышите, дзинь-дзинь, это позитивный. Вот оценочки ставится, есть такой звук, как бы, да, у нас. Вот. Да, интерфейс действительно здоровский, яркий. И я вам покажу еще там сейчас вам очень понравятся учительские материалы тоже, которые они предлагают нам. Так, вот это у меня таймер идет, да. То есть вот есть обратный отсчет, вы сами выставляете себе циферка, да, либо просто секундомер есть, то есть два варианта у нас есть. И вот дети, вот как вы видите сейчас экран, да, так и дети видят этот экран. И они сами смотрят время, им очень удобно это делать, видите, да. И потом, когда будет 0-0-0, будет такой звук, как alarm. И дети вот сами учатся себя контролировать. Еще покажу вам. А нет, они не смотрят на свои смартфоны, они смотрят все это на компьютере, который вы делаете. Потому что если они все время будут смотреть на смартфоны, то это будет беда. А так я просто оставляю вот компьютер включенный, и на большом экране, там можно показывать на, скажите мне, проекторе, да. Вот. И либо вот когда они приходят домой, то они начинают это смотреть, да. Вот. Самое главное это вот это, то, что мы называем как бы отчеты, да. Вот смотрите, у меня, допустим, за все это время, видите, да, что родители скидок, то есть родители подключены все. Учетные записи учеников подключены, вот не все подключены 75% учеников, да. Но нам самое главное, что были подключены, конечно, родители, да. Дальше мы смотрим с вами, что весь класс, да, вот Серафим, у него 96% успехов, то есть положительных оценок за этот год был. У Даниэль 92, у Даши Мазаря 98, у Ильи 98, у Полины 90. Просто у всего класса, по серединочке вы видите этот кружок зеленый, да, 95% положительных. И видите, вот тут вы сразу, вам показывает этот отчет, за что были положительные оценки больше всего, да. Вот смотрите, за отлично выполненное задание было больше всего у меня, за супертест, хорошо выполненное было, немножко за старание и так далее. И вот мы смотрим красненькое, да. В конце урока, вот в конце каждого урока мы смотрим красненькое. Вот. За неделю вы можете это смотреть, да, смотрите уже сами. Так, что у нас красненькое, что у нас было не так? А, невнимательность. Ой, кто же у нас был невнимательный? Смотри, ты в следующий раз будешь получше, Полина, а то из-за тебя у нас тут красненькое. Так, было неуважение. А кто у нас неуважение сегодня? А это Илья болтал у нас сегодня, Илья. Ну, ты так давай уже не болтай в следующий раз, чтобы у нас было прям 100%. И вот таким образом мы подводим рефлексию, подводим как бы конец урока, что было так, что было не так. Вот у меня написано, кто подключенный, кто не подключенный, то есть вы все это видите у себя. Да, родители могут, значит, там у вас есть три варианта просмотров оценок, Светлана. Значит, есть варианты за сегодня, за неделю, даже больше, за сегодня, за неделю, за месяц и за все время. То есть вот эти три варианта оценок, они могут смотреть в своих отчетах. Вот, 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 как раз то, о чем вы меня спрашивали. Сейчас я немножечко верну видео. Вот, то есть вот здесь сейчас у меня за все время, а вот вы можете делать за это вчера, на этой неделе, на прошлой неделе, в этом месяце, в прошлом месяце и за все время. Либо какой-то диапазон дат даже вы можете выбрать. Это новая функция по выбору диапазона дат. Они постоянно тоже обновляют приложение, делая его на самом деле все лучше и лучше. Как бы, да, вот. Так. Вот это вы так смотрите, можете показать, да, и сравнить, как бы, например. Вот видишь, вот в этот раз 100%. Также вы можете проконтролировать посещаемость, да. То есть вот щелкаем опять, да, какой период, как бы, вы хотите посещаемость для себя посмотреть, грубо говоря, да. Вот щелкаете столько, сколько вам надо, и тем самым у вас таблица вот такая организованная получается по посещаемости. Вот бывают часто вопросы, да, там, почему мой ребенок выполнил плохо тест. Наверное, раз открыла, я им отсюда же с класса дужи показала. Вы смотрите, сколько ваш ребенок, как бы, пропустил. Потому что в класс дужи это все сохраняется целый год, пока работает ваша группа. Так, вот так вы можете посмотреть отдельно по каждому ученику, да. То есть вы можете смотреть каждый класс, вы можете смотреть, как бы, отдельных учеников тоже, да. Так, вот ту кито, о котором я вам говорю, что сейчас, как бы, это у нас новая фишка такая. Я еще тоже ее изучаю, вот. И вот ту кито, это самое последнее, пожалуйста, на что вы обратите внимание и чем вы научитесь пользоваться. Научите пока пользоваться всем остальным, и этого вам будет достаточно на первое время, да. Вот есть у меня такая вещь, называется дневник класса. Дневник класса, это, ну, как бы, сайт класса, можно так сказать, да. То есть я выставляю вот фотки таких вот детей, которых мы сейчас обсуждаем с вами все время. А, то есть вот, что бы мы ни делали, как бы, да, я их фотографирую, сразу тут же фотографирую, как бы, да. И вы можете посмотреть, кто просмотрел это, кто это не просмотрел. Вот, объявление писать. И все это, как только вы это опубликовали, все это вот как в ВК, да, как ВКонтакте. Сразу уведомлениями высвечиваются у родителей, когда они открывают интернет. Вот, мы, допустим, писали сочинения, да, о своей семье, чтобы родители могли сравнить работы друг друга, работы детей друг друга, да. Я это тоже фотографировала, потому что это было действительно очень красиво, это была хорошая работа, как бы, для восьмилетних детей, серьезная такая работа. Вот, и вот так вот, как бы, вы. Также вы можете писать и ученикам. То есть вы можете писать дневник класса, видите, наверху, да, у вас дневник класса написан. И вот дневники учеников, то есть вы можете переписываться точно так же, отдельно со своими учениками. И также вы можете отдельно переписываться со своими родителями. Можете всех родителей сразу выбрать. Можете выбрать одного родителя, да, как, вот, что вам, как бы, нравится. Вот, мои родители очень довольны общением здесь. Вот, класс тоже им очень нравится. Что действительно мы очень быстро все это, вот, вот, как добавлять группки. Я думаю, что вы разберетесь, там все очень просто, да, то есть группы, добавить группу и поехали, добавляйте учеников и так далее. Как распечатывать приглашение, я вам чуть дальше еще поясню. То есть вот, допустим, там, редактировать класс, я могу добавить сюда учеников, да. Я могу исключить учеников, потому что группы-то бывает меняются у вас состав. Я могу поменять имя класса, это мне ничего не стоит, да. Могу больше родителей подключить, могу вот изменить навыки, да, это называется навыки, там, вот эти оценки, критерии, да. Вот, и так далее. Нет, Наталья, я говорила, что вот когда я работала в общеобразовательной школе, я не подключала их, потому что слишком было много, и не у каждого был смартфон. Поэтому, чтобы не травмировать детей общеобразовательной школы, я им даже не говорила, что есть приложение для них, как бы, да, для родителей, для детей, а мы просто этим вот в классе занимаемся, как бы у нас. Вот так новый навык вы можете редактировать, да. То есть вы выбираете картиночку, вы выбираете, как он будет называться у вас, этот навык, и какая балловая система за это предполагается у вас. Также вы можете к этой группе прибавлять других учителей. То есть, если вот вы работаете у них English, там, допустим, преподаете, да, кто-то другой преподает, скажем, русский язык, он тоже может этой группкой пользоваться, а он сделает свои оценочки уже. И родители будут получать сообщения и от вас, и от другого преподавателя тоже, что там. Ну, понятно, что вы можете делать различные настройки там для себя, как для учителя. Например, мне очень нравится настройка, что родители не беспокоят меня после 10 вечера. И когда они посылают мне сообщение на класс дужу, он им пишет ответ, что «Миссис Ольга не увидит ваше сообщение до завтрашнего утра, до 7 часов». Вот так, потому что у нее режим отдыха. Вот как-то так, да, они это видят. Можете здесь делать различные настройки учетной записи, как как бы и во всех, хоть тихий час у меня, да, допустим. Вот. Включать, выключать комментарии вы можете. И вы можете, вот здесь стоит политика конфиденциальности, ну, вообще как бы, да, то есть, что это настолько конфиденциальная информация, здесь и все такое. Если кому, кто будет задавать эти вопросы, кто будет видеть сведения о наших учениках, то вот эта страничка как бы все подробно об этом рассказывает. Так, да, для кого-то отдельно можно это сделать, либо, вот говорю, для частных уроков, даже индивидуальных, это очень тоже вот как бы получится. То есть, вот все пунктики, которые я вам говорила, да, сейчас вы увидели в видео об этом, я надеюсь, да. То есть, контроль класса посещаемость оценки увидели, оценивание поведения хороших качеств увидели, вы их сами назначаете. Увлекательные инструменты ведения увидели, рефлексия, самоконтроль, да, есть и связь с родителями, тоже я вам сейчас продемонстрировала, да. Что такое класс должен для учеников? И они любят его, они его просто обожают, потому что им нравится, когда я их ценю, да. То есть, вау, меня оценили, значит, я молодец, меня заметили, да. То есть, когда бывает, что вот оценку не за что поставить, я говорю, да, например, ребенок старался, 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 но не получилось по какой-то причине. То есть, там вот вы можете сделать такую кнопочку для себя, допустим, да, что вот старание там, или аккуратность, или еще что-то, чтобы ребенок не остался незамеченный. Конечно, ему потом захочется больше как бы работать еще. Родители узнают, какой я, да, они узнают, какой ты, то есть, они тоже твои оценочки посмотрят, тебя поцелуют, какой ты молодец, я исправлюсь, да. То есть, это после рефлексии, да, я действительно сегодня болтала, не очень, но я в следующий раз так не буду, и у меня будет 100% позитив там, да. Они очень счастливы, что они могут мне писать сообщения, могут писать, да, они также могут комментировать различные фотографии, которые вы выкладываете в дневнике класса, потому что они это все видят, и они имеют право, ну, если вы не отключите, да, комментировать все это. И также они могут ввести свое электронное портфолио. Там, где кнопочка дневник ученика, они сохраняют свои работы основные там, да, допустим, но вы должны сделать approval, да, то есть, сначала это приходит к вам, что такой-то, такой-то хочет выложить такую-то работку, а вы уже там принимаете ее или не принимаете, чтобы оно у него сохранялось. Это такой хороший тоже момент здесь у нас. Так, он может, ученик, да, изменить аватаркуса. Это важно, то есть, там все монстрики такие, то есть, класс душу, это такой класс, как бы, монстрика, да, но они все милые, смешные, они не страшные. Детки могут эти аватарки индивидуализировать, да, то есть, как вы видите на картинке, которая в середине, да, то есть, он может изменить цвет вверх, серединку, низ, из предложенных, то есть, ну, там, в общей сложности можно, ну, штук 500, наверное, как бы сделать, да, разных аватарок. И вот они сами это индивидуализируют, и им это лучше, да, потому что, когда у нас более такое индивидуализированное обучение, то дети мотивированы больше. И, конечно, они видят свои оценки и видят свои результаты, как бы, да, «Добрый вечер, Мария, ничего лучше поздно, чем никогда, присоединяйтесь». Мы уже здесь влюбились все в класс дужу, и у вас еще есть полчаса тоже его полюбить. И, конечно, то есть, им это нравится, они это показывают друзьям, они хвастаются, да, что вот я сделал так-то. Так же, как я говорила, уже не могут с вами переписываться. Это хороший стимул для написания про English, да, хотя бы пишут «Hello, my dear teacher», пишут там «How are you?», пишут, ну, так вот, да. Вот, ну, и про электронное портфолио я тоже с вами вам говорила, да, то есть, это такой sharing, очень-очень здоровский, да. Так, по поводу, сайт у меня перескочил, нет, не перескочил, да. Чем отличается класс дужу от тех остальных соцсетей? Он абсолютно безопасен, потому что никто не может войти в него, кроме вас, и тем, тех вот родителей и детей, которых вы же зарегистрируете. То есть, когда дети играют с этим класс дужу, да, или пишут вам, никто другой им написать не может, то есть, ни на какую каку они не выйдут. И ничего плохого, как бы, не случится, потому что это действительно, как бы, туда войти, в ваш класс, там, в вашу школу, это невозможно без того, чтобы вы приняли, что там есть. Вот это огромный плюс класс дужу и ведение, как бы, там, электронного имейла им приходит, что на этой неделе ваш ребенок такой-то, такой-то получил то-то, то-то, да. Вот прогресс на экран, то есть, это тоже очень хорошо. То есть, они сразу раз, открыли, посмотрели. Они, особенно, вот, родители малышей, дошкольных и, вот, младших классов, да, они очень любят смотреть, что же там происходит, как бы, на уроке, да, и за что конкретно похвалили моего ребенка. И вот вам даже уже меньше надо будет общаться с ними по этому поводу, потому что все будет на экране, буквально все. Вот, родительское собрание в один клик. Я вам показывала, что там у нас есть, вот, написать родителям всего класса, да, либо просто вот на дневник класса, написать, что жду вас столько-то, столько-то, и все. И буквально минута или даже меньше, и у вас уже все родители это получили. И вы можете просмотреть, я напоминаю, там, да, есть такая функция, что вы просмотрите, кто это сообщение увидел из родителей, а кто не увидел, да, и перед собранием это обязательно нужно сделать, посмотреть, кто не увидел, и вот обзвонить до собрания. Вот, то есть, класс дужу, подводя итоги, да, так, это связь с родителями, это связь с учениками, это отслеживание прогресса. То есть, мало того, что вы каждый урок можете это отслеживать, да, вы вот показываете, на этой неделе наша группа, там, достигла 95%, positive marks. Давайте посмотрим прошлую неделю. На прошлой неделе было 98%, что-то было лучше, да, или наоборот. То есть, вот, ну, обычно наоборот как-то, да. Вот, рефлексия, мы же с вами много на этом останавливались, да, это важно научить детей самим смотреть, что было не так сегодня, и смотреть это надо для того, чтобы давайте исправим это в следующий раз. И тогда у нас будет 100% positive. И класс дужу абсолютно бесплатный. Еще раз повторяю, да, для учителей, для учеников, для родителей, это абсолютно бесплатно. Так, плюс класс дужу в том, что именно вы выбираете, над чем вам работать. То есть, это не просто for skills, там, допустим, reading, writing, speaking, listening. Вы сами делаете positive marks, которые называются по-русски положительные, либо нужно работать усерднее, да, то есть это negative marks. Как это делать, я вам уже показывала. Что это значит? Это значит, что на первом уроке, я прихожу, вот как у меня было в учитель года, да, я пришла на первом уроке, вот этих монстриков, да, которые были в журнале, я деткам распечатала их в качестве бейджиков, их же. И вот они увидели, что у них бейджики, да, такие же, и с именами и таким же монстрикам, и что вот класс дужу на экране, я им показала это на прожекторе сзади, да, на проекторе, вот что это одно и то же, как вы в Атаркете, да. Вот, и я им говорю, смотрите, сегодня у нас с вами будут поинтс, разные оценочки такие, да, положительные. Итак, вы сегодня можете заработать плюс один за трин-тин-тин-тин-тин, вот это, вот это, вот это. Но вы же понимаете, что не всегда у нас положительные, да, мы же с вами все люди, ошибаемся. У нас еще бывают и отрицательные оценочки. Давайте посмотрим, чего надо избежать. И вы открываете вот этот пунктик минус, да, как бы нужно работать усерднее. И поясняете, да, что говорил вне очереди, это когда ты лезешь в разговор, когда тебя не спрашивают, а ты выприкиваешь, там, допустим, да. Забытый принадлежность, если что-то там ты забыл, там, студентсбук или копибук, или что-то ты забыл, чтобы этого избежать, да. То есть таким образом вы буквально за 5 минут устанавливаете правила, по которым вы будете жить теперь с этими детками. И очень важно сразу спросить, может быть, что-то еще надо добавить, как вы думаете? Потому что много баллов из этих вот, как бы, Маркс, да, много этих критерий придумали именно дети сами, как бы, да. Они мне подсказали. И у меня для каждой группы правила разные. То есть критерии вот эти оценочки для каждой группы у вас разные. Вы можете менять их хоть каждый урок, вы можете делать их, копировать из одной группы в другой. Ой, это как вы посчитаете нужным, как бы, да. Так, кроме вот таких вот моментов, да, как ведение вот этого журнала, да, у нас есть какие-то можно придумать экстра опции для класс-дужу, да. Если вы вот откроете сайты или просто вобьете в поиск, как бы, да, класс-дужу, то вы увидите, что существует, что этот класс-дужу используют и испанские учителя, и бразильские, про американских я вообще молчу, и что они давно придумали уже разные другие мотивирующие вещи. Ну, вот, например, дужу-долларс вы видите, да. То есть они могут зарабатывать у вас доллар, там, допустим, да, достигнешь 10 поинт сегодня, получишь дужу-доллар, и за него ты можешь конфетку там у меня купить, да. Ну, там, или что-то еще, что вы как бы так... Вы можете за, там, за 3 дужу-долларс, допустим, дать ему освободительный билетик там от чего-то, там, от домашнего задания или освобождение от диктанта, или плюс 1 к тесту, допустим, он получил за тест плюс 4, но потому что у него есть 3 дужу-долларс, он получает еще плюс 1, то есть он получает 5. Но вы можете это придумать уже сами, как считаете нужным, да. Вот справа есть картинка дужу-поинтс, да. То есть вы можете разработать, говорит, целую систему, да. То есть у меня в классе висит, например, да, 50 поинтс, когда ты доходишь до 50 поинтс, ты получаешь место выбора, где ты сидишь, place choice. Когда ты набираешь 75 поинтс, ты получаешь шоколад. Когда ты набираешь 100 поинтс, ты освобождаешься от теста, да. А когда ты набираешь 150 поинтс, ты учителем становишься в классе на 10 минут. То есть вы можете сами придумать, как бы, различные поощрения, да. Кроме этого, в конце года существуют сертификаты, как бы, да. Вы найдете их на класс дужу, когда вы зарегистрируетесь, только не сейчас, пожалуйста, заслушайте меня. Не бегите сразу, еще я не все сказала вам. Там есть сертификаты уже готовые, вы можете их подредактировать, если хотите, да. Сертификаты о том, что это самый лучший прогресс, там, допустим, был, больше всего поинтс было именно у этого ученика, там, да. То есть там существуют уже различные сертификаты, которые вы можете распечатать. Они тоже яркие, красивые будут такие. И вручить, подписать и вручить вашим деткам. То есть какой-то вот, да, они зарабатывают поинтс, и рефлексия – это здорово. Но должна быть какая-то награда, да. То есть награда в конце года, понятно, это тому, там, или тем трем, кто больше всего заработал поинтс, да. Вот. И вот, ну, постепенная награда тоже какая-то должна быть, чтобы у них был стимул больше этих поинтс зарабатывать. Но это зависит уже от того, сколько поинтс вы будете ставить в каждый урок. У меня, например, это от 5 до 8 поинтс, получается, на каждого ученика за урок, как бы, да. Бывают такие случаи, что и 0. Бывает, да. Ну, вот, в среднем у меня от 5 до 8, как бы, поинтс, они зарабатывают в каждый урок. Там, как вы уже сами себе построили. Ну, что ж, мы уже влюблены в класс дужу, не так ли? С чего же нам начать? Во-первых, нужно зарегистрироваться самому на класс дужу. Как раз у вас сейчас есть выходные, пусть они будут бессонными. Покопайтесь, это того стоит, поверьте мне, да. И, говорю, сразу класс дужу ком, вы подключаетесь как учитель. Вы не найдете там свои школы. Конечно, вы ее не найдете, потому что она не создана. Я вам сейчас в следующем видео покажу, как ее создать. Это несложно. Дальше вы создаете классы, и вы создаете оценки. Да, то есть вы мои оценки видели. Там вам уже будут тоже в каком-то, тоже в каком-то, будут даны вам темплейты какие-то, да. Вы можете их менять, как вам нужно. Вот. Дальше следующий шаг. С понедельника, там, или как вы выйдете, как вы будете готовы. Вы показываете детям эту программу у себя, как бы на компьютере, на проекторе, так, чтобы весь класс увидел. Разработайте правила, то есть те, которые вы написали, и плюс подумайте вместе, да. Разработайте аватарки. Вы можете их у себя на компьютере поменять, либо потом, когда дети их закачают, они сами как бы... Я, да, Юля, сейчас расскажу, да, сейчас расскажу руководителю школы, сейчас, секундочку. Так, дальше вы готовите приглашение для родителей. Там все очень просто. Вам сайт подсказывает, и он PDF выскачивает, там, как это делается. На родительском собрании, потом вы приглашаете родителей, да, с планшетами, с телефонами. И сразу все вместе закачиваете. Я обычно так, я пишу смс-ку и делаю их в смс-ку, и вставляю ссылочку на Google Play этой программки. И говорю, закачайте это и приходите. И вы их регистрируете. Регистрируете вы их сами. Сами. То есть и записываете себе все эти пароли, все эти данные, потому что родители все время это все дело теряют. Берите элементарные пароли, потому что он будет один для всех, я не знаю, 4 единички, там, допустим, да. Берите элементарные имена, настоящие имена вставляете, да, чтобы потом родителям, когда надо восстановить эту программу. Потому что заменить класс, это будет, ну, проблематично, как бы, да. Вот. Поэтому обязательно у себя храните все пароли и имена, как вы регистрировали родителей. Потому что если они будут это делать сами, получится беда, поверьте мне. Как надо работать в класс дужи, да. Вот вы его открываете в начале урока, раз-раз-раз отметили посещаемость, как я вам показала, да. И в течение урока он у меня всегда открыт. И когда мы сделали какой-то важный этап урока, там, reading или role playing или listening, сразу получили за это бал. Потому что в конце урока не стоит это ставить все вместе, вы забудете, что было и что не было. Заканчивать урок с класс дужи, то есть, вот, общий посмотреть, рефлексив, да, сколько баллов заработал весь класс сегодня, кто больше всех заработал, какие минусы у нас есть. И вот вы можете делиться с другим учителем, я вам уже это показала, да. Кроме того, вот мы и дошли, Юля, до вашего вопроса, да, в school leader. То есть, это вот руководитель школы, он пишет нам по-русски такой перевод, да. То есть, это ментор по-нашему, да. Вот сейчас я вам покажу, что может делать ментор, чем он отличается от учителя. Ментор – это тот, кто добавляет других учителей. Ментор – это тот, кто видит результаты всех учителей и всех классов вместе. То есть, вот то, что вы видели сейчас, это один учитель, да, и все его классы. А если в школе несколько учителей, да, или хотя бы два, или хотя бы только вы, не будучи ментором, вы не сможете быть учителем, да, то вот он видит так результаты всей школы. Сейчас я вам покажу видео, чем отличается опция ментора, потому что я являюсь как бы ментором вот своей школы, естественно, да. То есть, вот сразу вы видите как бы основные моменты школы. Сколько учителей в школе зарегистрировано, тоска, сколько учеников, сколько родителей. Дальше вы смотрите активность на прошлой неделе. Ну, понятно, что прошлой неделе это было лето, и у меня как бы участия родителей никакого не было. Но вы смотрите как бы всю статистику. Ментор, он просматривает всю статистику, да, что, какие посты были, какие диалоги были, сколько их было и так далее. Какие были изменения, как бы, да, вот видишь, здесь как бы идет опция, вот сколько как бы положительных процентов у нас было. Вот видите, написано у меня, да, являясь наставником класса ДОЖУ, то есть ментора, проверьте, как дела у сообщества вашей школы на этой неделе. Этот сектор пока работает в бета-версии, и то, что вы здесь видите, можете измениться. Вот три месяца назад было, говорю, даже вот эти отчеты, которые я вам показывала, отчеты учителя, да, они были вот отчеты ментора по всей школе, вот так вот. Да, то есть был такой кружочек, вот красно-зеленый, где было написано во всей школе больше всего плюсов дети получают за это, да, и во всей школе, вот этот красненький кусточек, да, за что они получают минусы больше всего. Сейчас я его не нашла, то есть там будут какие-то изменения, да, но поверьте мне, изменения там бывают пока вот как бы только к лучшему. Дневник школы, то есть это у вас был дневник класса, то есть то, что как бы группа ваша, вот как ВКонтакте, вы делаете пост, и все родители это видят. А здесь вы можете как ментор делать еще дневник школы, то есть это получат родители всех учителей. Вот у меня 45 родителей подключено, и работает три учителя. Вот все родители, все классы, всех трех учителей это видят. И, конечно же, вот видеть работу других учителей вы тоже сможете. То есть вы сразу выставляете свои фото, то есть то, что у вас именно школы самые, приглашение на праздник и так далее. Что вы считаете нужным, сказать, похвастаться или сделать что-то. Вот здесь у меня видно, что я могу сама приглашать преподавателей, сама могу приглашать студентов, назначать должности могу. Могу удалить кого мне, если уже кто-то ушел, да, как бы также и могут запросы мне посылать вот справа вверху, у нас есть кнопочка такая «Запросы», да, то есть могут посылать вам запросы на присоединение к школе. Вы уже сами присоединяете это или не присоединяете, потому что я вам говорю, что Класс Дужу это очень-очень безопасно, в отличие от соцсетей. Вот здесь как бы все родители, все ученики, которые у меня работают уже два года по этой программе. Вот, видите, здесь у нас написано, да, «More tools to manage your school students». Вот, а вот здесь, вот у меня написано, сейчас присоединиться к другой школе, да, я сделала, вот таким макаром вы создаете свою школу. Вот, поиск по названию школы, вы начинаете вводить, он вам пишет, как бы, что такой школы нет. Сейчас вы увидите, да. И тогда вы пишете «Создать школу». Полностью бесплатное, Наталья, полностью бесплатное приложение, никаких платных, вот, и вы пишете «Добавить в вашу школу», да. Нажимаете сюда, заполняете поля все, все поля заполняете. Адрес делайте настоящий, потому что, возможно, вам придет какой-то подарок. Мне, например, приходила сумочка, стикеры разные посылали, открыточки посылали, да. Поэтому адрес пишите как бы настоящий, какой есть на самом деле. Таким образом, вы становитесь ментором своей школы. Вот у меня есть, допустим, сертификат они прислали мне за первый год, да, вот в мае месяце. То есть у них год учебный заканчивается в мае месяце, как и у нас. В конце мая 16-го года мне прислали класс должен ментор сертификат, что я являюсь ментором, да, руководителем этого проекта. И вот в этом году, в 2017 году, мне тоже прислали такой, как бы, сертификат. Ну, по оплате мы с вами с этого ничего не получаем, да. Да, если индивидуально, пишите адрес домашний, конечно. Пишите то, что есть, как бы, но пишите реально какой-то адрес, потому что, я говорю, возможно, будут прислать какие-то вещи, там, подарочки, открыточки. И опять же, чтобы действительно школа была зарегистрирована. Вот, это что касается менторской работы, да. Вот. Helpful resources that will make your life easier, да, то есть, classdoujo.com. Там вы, когда зайдите, разберетесь, он вам даст ресурсы, то есть там есть ресурсы, которые вы тоже можете скачать. Вот, он вам предложит classroom decorations, это различные картиночки, это презентации, презентации я, вот, и картиночки, то есть там и аватарки у вас будут, и стикеры, которые вы можете распечатать наклейкой бумаги и вклеивать, и так далее. Да, Юлия, я регистрировалась как ментор и как учитель, то есть, у меня два разных аккаунта там, и чтобы, это просто надо иметь два разных имейла, да, то есть, вы там указываете просто два разных имейла. Адрес указывает только ментор, адрес обычный адрес, физический адрес, да, а как учитель вы просто регистрируетесь на имейл, то есть, нужно только два разных имейла, в принципе, да, и все. Но аккаунты должны быть разные, совместить это никак. Там же вы сразу найдете introduction letter for parents. Он будет и на русском языке тоже есть, в PDF-ском формате. И там же вы найдете сразу, как зарегистрировать родителей своих. То есть все это вы найдете, там инструкции есть. Более, что они на русском не всегда есть, на английском они есть. И вы там уже разберетесь точно. И-мейл, по которому можно связываться с ними, это hello at classdoujo.com. Очень простой, но у вас есть тоже я. Поэтому, пожалуйста, любые вопросы, что у вас не получится или нужен совет, обращайтесь, пожалуйста, ко мне. Что я могу сказать, что ClassDoujo, вы видите такое интересное приложение, оно помогает не только учителям английского языка. То есть оно может заинтересовать учителей начальной школы, допустим. Ну, таких вот активных. Почему я вам рассказываю, как учителям английского? Потому что там все-таки еще, ну, больше половины не переведено пока на русский язык. Поэтому все равно понадобится ваша помощь тем же учителям начальной школы. У меня есть учителя в других школах, которым я это установила и научила их работать. В обычной вот муниципальной школе. И они родителей подключили, потому что начальная школа, это всего 30 детей, грубо говоря. То есть с этим можно справиться. Это не как у нас, у учителей английского языка, 10 классов по 20 человек, допустим. Вот. И все у них замечательно получается. И потом идем к директору и рассказываем, что вот целый год я использовал такой вот ИКТ. Такую интернетную технологию, да. И вот такие результаты вот у меня есть, да. Отзывы родителей, отзывы детей, насколько это повышает мотивацию, да. И вы это можете сделать вообще на самом деле вот на уровне вот всей школы или хотя бы вот на уровне заучей начальной школы. Особенно если в школе есть интернет. То цепляйтесь за эту программку. Но сначала вы должны ее попробовать сама хотя бы до Нового года. Да, Анна, здравствуйте. Сама попробуйте все это, да. Хотя бы до Нового года. Вот. И потом уже с каким-то вот результатом ИКТ к директору. Я это сделала. И говорю, вот даже на конкурсе Учитель года России очень много вот у меня спрашивали потом из администрации управления образованием и других школ. Директора других школ подходили, спрашивали. Одна из директоров посчитала, что монстрики это нехорошо. Я сказала, вот минус этой программы в том, что там только монстрики. Я говорю, ну они же милые, хорошие. Детям нравятся монстрики. Нашим детям нравятся монстрики. Так. Ну что ж, я хочу спросить, есть ли вопросы по Класс Дужу сейчас, вот что в голову пришло. Возможно, что это я еще могу вам подсказать сейчас. Пишите, пожалуйста. А я пока еще хочу показать вам, что будут доступны сейчас у меня сертификаты от Класс Дужу, именно, да, которые мне прислали именно из администрации, да, Класс Дужу. Certificate of Participation, и внизу вы пишите, смотрите, что это один час, как бы, профессионального тренинга вашего, о том, что вы тоже уже прослушали Класс Дужу, the Training Session. Поэтому кому нужен сертификат, условия, как обычно, 150 рублей. Как оплачивать, я вам напишу. Через некоторое время, наверное, к завтрашнему утру, скорее всего, да, будет готово видео этого вебинара. Видео будет бесплатное, то есть платно будет только сертификат, если он вам нужен сертификат, очень хорошая вещь, мне нравится, я это люблю. Вот, да, вы правы, Ольга, да, что кто-то обязательно прицепится к монстрикам, но мне нравится, детям нравится, ученикам нравится и родителям тоже нравится. Тем более, говорю, они могут это менять. И там, если я не ошибаюсь, я просто не пользовалась, есть даже опция, что они могут поставить любую другую картиночку. Любую другую картиночку. Вот. Так, это что касается сертификата и записи, да. Дальше, я напоминаю, что... Да, конечно, Александра, пишите мне, пожалуйста, в ВК. И если вы состоите у меня в группе, спасибо вам большое. И пишите мне, не стесняйтесь, потому что я пользуюсь два года, я уже очень опытная в этом деле. И я вам очень рекомендую, у вас на уроке это будет занимать очень мало времени, но, тем не менее, эта система, особенно для младших школьников, то, что надо, то, что нужно. Так, кому нужен сертификат, пишите мне, пожалуйста, в ВК.